Здарова, дорогие друзья! Вы на канале, посвященном переезду в Канаду. Сегодняшний ролик будет, как вы любите, всегда про халяву. Почему я решил записать такого плана ролик? Я лазил по сайтам, серфил сайты по аренде недвижимости, заходил в разделы Торонто, заходил в разделы Ванкувер, и я немножко ужаснулся стоимость аренды. Я прекрасно понимаю, что не каждый из вас может потянуть себе, снять квартиру на первое время в крупном городе, и поэтому я решил записать какой-то ролик, который сможет вам немножко на первых порах помочь как бы пожить бесплатно на территории Канады. Опять же говорю, данные четыре способа, о которых я сегодня скажу вам, это не какие-то там типа вот сто процентов, вот по ним я только так уеду, буду всю жизнь жить бесплатно. Это способы на первое время перекантоваться, потому что, ну, объективно говоря, когда человек только въезжает в Канаду, у него еще нет средств к существованию нормальных там, не всегда у него хороший английский и тому подобное. И вот люди, которые смогут воспользоваться вот этими способами, о которых я сегодня поговорю, они в принципе на первое время себе дадут такую некую передышку, выдохнуть, так сказать, выдохнуть, и поймут, что делать на территории Канады пока, где искать недвижимость, где искать, не искать недвижимость, где снимать, где не снимать. Возможно, там купить, возможно, там взять в ипотеку и тому подобное. Но сегодня как бы такой лайтовенький ролик, потому что воскресенье, хороший день, птички поют, все замечательно, и поэтому мы с вами обсудим четыре способа, как пожить на территории Канады бесплатно. Поехали! Сразу скажу, четыре способа – это мое субъективное мнение. То есть вы можете с ними не согласиться, можете даже в комментариях написать минусы этих способов. Я же вам скажу, что это какие-то базовые способы, о которых можно в принципе не запарить, пожить на территории Канады. Даже если ты турист, эти способы, возможно, тебе в какой-то степени помогут. Есть один способ, который действительно именно для туриста, который бы реально приехал в Канаду и хочет вот просто реально посмотреть Канаду. Этот способ ему тоже поможет. Начнем с базового первого способа. Я о нем уже ранее говорил, был ролик, но почему-то многие не посмотрели, очень плохо к нему отнеслись. Но в принципе хороший такой нормальный способ. Первый способ называется арендная плата за работу. Что же это подразумевает? Вы можете работать в Канаде в обмен на бесплатное проживание. Ты сейчас, мой дорогой подписчик, скажешь, о-хо-хо, я не хочу быть рабом, ты что, офигел и тому подобное. Нет, это делается немножко не так. Например, вы делаете домашние дела и решаете небольшие задачки для лендлорда, то есть для владельца недвижимости, а он же вам в свою очередь предоставляет бесплатное проживание. Как это работает обычно? Обычно это как работает? Вы приезжаете в какое-то место, договариваетесь с владельцем недвижимости, он говорит, хорошо, допустим, мне нужно, чтобы ты там раз, два, три дня с трех газон. Я тебе за это дам место, где ты будешь на первое время жить. Это вот какой-то такой способ для взятия некой передышки, для того, чтобы понять, что дальше делать по ситуации на территории Канады. Вот. Обычно такая работа связана с сельским хозяйством, поэтому если вы работаете, ваша работа связана с сельским хозяйством, это один из первых вариантов, которые у меня приходят в голову посоветовать вам. Вот. Скажу сразу, на этот сайт, есть сайт, где вы можете поискать такого типа работу, такого типа проживания, я оставлю в комментариях под роликом. Этот способ называется «Первый способ», ссылка будет в комментариях под роликом в закрепе на сайт, который вот предоставляет такого плана работы. Такие вот агрегаторы, да, там, то есть человек, у которого есть недвижимость, он вывешивает объявление на данный сайт и говорит «Мне нужен, там, помощник, там, по хозяйству дома», предоставляет, там, жилье, фотки иногда выкладывает и тому подобное. В общем, это плюс для чего. В первую очередь, вам есть где пожить, вам не надо будет платить за недвижимость. Второе, вы потянете свой язык английский, потому что вы будете разговаривать на английском языке, это полезно. Для человека, который едет один не семью, это вообще один из must-have вариантов, как мне кажется. для первого, так сказать, первого, одного из первых путей иммиграции. То есть, грубо говоря, вы приехали, вы там приехали по какой-то визе, вы либо по рабочей, либо вы приехали по студенческой, либо вы приехали по резидент-карт, либо вы приехали туристом, что я не одобряю, работать туристом нельзя. Вы обращаетесь к таким людям, они вам предоставляют жилье на первое время. Жилье бывает иногда в крупных городах, иногда в селах, в общем, все по себе выберете. Дальше. Второй способ, он больше подходит людям, которые связаны с работой в сфере гостиничного бизнеса. Вы можете получить бесплатное проживание на территории отеля или гостиницы, в случае, если вы работаете в данной гостинице. Что вам нужно сделать? Вам, в первую очередь, нужно будет устроиться на работу в гостиницу, да, там, может быть, вы там электриком будете, пообслуживать там что-то, там, не знаю, сантехником, еще что-то. Ну, короче, если ваша работа связана каким-то либо образом, может быть, связана с гостиничным бизнесом, то я рекомендую вам что сделать? Найти себе работодателя, тем более, Джон Поффер вам дает, так сказать, преимущество при иммиграции в Канаду. Вы находите себе работодателя в сфере гостиничного бизнеса, и когда вы уже с работодателем договариваетесь о переезде, либо вы уже на территории Канады находите себе работодателя этого, вы можете поговорить с ним и попросить, чтобы он предоставил вам проживание, да, в гостинице, за счет того, что вы будете немножко меньше получать за заработную плату. То есть, считай, ему выгодно вам дать гостиничный номер, потому что он тогда уменьшит чуть-чуть вашу заработную плату, а вы, вам выгодно работать у него и жить в номере, потому что вам не надо снимать квартиру в аренду. Тоже как вариант. В принципе, подходит даже для семейных пар, которые едут туда с детьми и тому подобное, на первое время, как на передышку, хороший вариант. Да, забыл, ссылку я оставлю на сайт по поиску работы, где уже выборка по административному персоналу, который связан с гостиничным бизнесом. Тоже в комментариях под роликом будет способ номер два называется. Третий вариант. Блин, у меня с математикой плохо. Вот это второй вариант, а вот это третий. Вот, третий вариант. Третий способ доступен для многих. Этот способ связан, похож на первый способ, но за счет некоторых вот моментиков. Вы можете жить бесплатно в квартире или в доме в обмен за уход за домом или за домашними животными. Объясню ситуацию. Например, я, у меня есть недвижимость в Канаде, да, и я уезжаю в путешествие на полгода. Вот, но у меня остается мой сумасшедший кот, который бегает там, грызет все, кидается на людей, и его одного оставлять нельзя, потому что он сдохнет без еды. Я на подруге, я думаю, что мы здесь раздохнем, как с едой. Вот, и я говорю, хорошо, братан, живи в моем доме, пока меня не будет, да, то есть я там на полгода уехал, а ты, в свою очередь, следи за домом, чтобы там протечек никаких не было, там, чтобы не было каких-то таких вот ситуаций, которые вот нужны, вот, помощь срочно, да, допустим, пожар начался, меня дома нет, дом сгорел нахрен, круто, нет, не хочу так. Вот, поэтому ты живи в доме, следи за домом и за животными, а за это ты бесплатно будешь жить вот у меня дома. В Канаде такой метод притекует в основном кто? Тех, люди, у которых есть недвижимость, да, и которые уезжают на долгий срок. Хозяева путешествуют, а вы живете в их доме и заботитесь о доме и о животных, как я вам и сказал. Также я в комментариях под роликом оставлю ссылку на сайт, где вы можете найти такой тип аренды, да, вот смотрите, будет написано способ 3. Ссылку оставлю. Рекомендую тоже ознакомиться, потому что, ну, иногда бывают реально такие сочные варианты. Ты можешь оказаться где-нибудь в каком-то крутом районе даунтауна Торонто, да, в хорошей квартире, но тебе, к сожалению, придется пару раз в день выгуливать собаку. Вау, какая проблема. В общем, хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить на первое время по аренде недвижимости. Ну и четвертый, последний вариант, он, в принципе, мне, я считаю, он самый классный. Я считаю, вот, реально самый крутой, потому что он дает тебе свободу передвижения. Ты сейчас такой скажешь, чего, блин? Да, ты можешь жить и путешествовать одновременно. Я говорю сейчас о жизни в минивене. Вы можете бесплатно жить в своем собственном минивене. Ты скажешь, Вань, какой бесплатный, какой собственный минивен вообще, о чем ты? Смотрите, вы можете купить небольшой старенький минивен, это типа дом на колесах, да, и в этом доме на колесах вы можете его отремонтировать и жить в нем бесплатно. Во всей Канаде существует очень много мест, где вы можете либо за дешево, либо за, вообще, абсолютно за бесплатно ставить свой минивен и жить там. Вот, опять же, вам не разрешат припарковаться на одном месте и жить там неделя, две, три, четыре, но курсировать, путешествуя по Канаде и заезжать в красивые места, это возможно. Что я сделал? Я в первую очередь зашел на сайт Капарт. Это сайт по продаже битых автомобилей в Канаде и в Америке. Вы, скорее всего, все его знаете. Там аукционная система, выкладывают туда машину. Там иногда можно купить Porsche Macan по цене Solaris в Москве. Это там нормально. Его немножко подрихтовать и продать. Вот так люди этим зарабатывают в Канаде. Кстати, кто хочет, чтобы я как-нибудь, может быть, занялся этой темой, я вам обязательно расскажу, пишите в комментариях. Ну вот, я зашел на сайт Капарт. Нашел первый попавшийся такой большой, хороший дом на колесах. К сожалению, он старенький, да, но я бы рекомендовал его посмотреть. Смотрите, вы сейчас его видите на экране. На что бы я хотел обратить внимание? Смотрите. Он стоит, минимальная ставка за этот дом, 2600 канадских долларов. Это, в принципе, недорого. Плюс, я ставил стрелочку такую, run and drive. Это означает, что, в принципе, автомобиль готов к поездке. То есть, его надо будет еще, конечно, починить, заправить фреоном там, залить воды, чтобы у тебя туалет работал. Но, в принципе, мне кажется, это нормальный вариант для жизни. Также, вам, наверное, будет плохо видно, но здесь есть две кровати, и, в принципе, выглядит хорошо. То есть, для даже такого старенького, пошатанного дома, он, в принципе, неплохо выглядит. Понятно, что за 2600, скорее всего, конкретно этот вы не купите, но если вы зайдете на сайт Копарт, то вы сможете найти себе минивэн в вашу, вот сказать, по вашим возможностям. В комментариях под роликом я оставлю ссылку на один из сайтов ребят, которые занимаются минивэнами. Это сайт просто о жизни в минивэнах, в домах на колесах на территории Канады. Там очень много полезной информации, допустим, даже есть карта с бесплатными кемпингами по всей территории Канады. Тоже рассмотрите данный способ. Это именно для тех ребят, которые хотят не только пожить в Канаде, но еще и попутешествовать. Вот. Ну, опять же, еще можно добавить способ, я его не буду относить к способам, потому что я обещал 4 будет 4. Но, допустим, у вас есть какая-то некая недвижимость на территории своей страны, вы ее сдали, за эти же деньги попытались себе найти что-то на территории Канады. В принципе, возможно, но, опять же, из-за разницы курса валют, скорее всего, у вас это не получится. Но, как вариант, можно попробовать. В общем, на сегодня все, дорогие друзья. Я обязан сказать вот эту фразу. Ставим лайки, подписываемся на канал. Почему я обязан? Потому что вы, блин, не подписывайтесь и не ставите лайки. Про колокольчик я вообще молчу. 14% моей аудитории ставит колокольчик. Ребят, вы кто? Почему? Кто все остальные? Поставьте этот сраный колокольчик, вам хотя бы будут уведомления приходить. Потому что мне пишут ребята в комментариях, Вань, вышел ролик, уведомление не пришло. Конечно, поставь колокольчик, и будет уведомление. До скорой встречи, ребяточки. Пока. Пока.